всем привет я сегодня записываю кусочек влога нового еще старый не успела обработать но вот собираюсь на сегодня это сделать потому что отдельно как бы тут нечего снимается но для влога самое то я была сегодня в локальном магазине у нас и прикупила вернее даже в двух магазинах можно сказать покажу сразу и и второй тоже там то что к творчеству относится была я фикс прайсе купила вот такие скрепочки все по 99 центов у нас продается чуть дороже чем в россии конечно купила эти скрепки потому что там в основном такие кислотных цветов до наборчики а в этом очень классный вот есть серебряные есть такие не яркие оранжево-коричневые красные и синие вот по мне так и и темно-коричневые еще несколько штук есть да по мне так супер такой наборчик и формы как бы хорошие да то есть такие сердечки звездочки в общем нормально да и я в принципе как бы собираюсь их в планеры куда-то вставлять там где по цвету подойдет потому что иногда золотое не всегда подходит да и ну смотреть по ситуации вот такие скрепочки купила и купил набор кистей для микс-медиа чтобы было не жалко выкинуть вот знаете чем-нибудь помазал покрасил и в мусорник вот тоже 199 центов тут у нас 6 кистей и я думаю что их быстренько использую выкину и куплю себе еще новые потому что тратить хорошие колонковые которые у меня есть или там даже мне есть скажем и синтетика ну тоже хорошая синтетика да мне их жалко вот кисти из икеи стоят у нас 299 по моему если не ошибаюсь в три раза дороже да вот и не факт что они лучше они такие довольно толстенькие как бы и вот эти мне больше понравится что для тонких работ вот самое то вот заехала в нашего локальный скраб booking магазин купила вот такую коробку не влезет целиком эта коробка для хранения бумаги есть она 30 на 30 размером и сюда спланирую сложить весь свой ацетат как раз должен влезть в принципе потому что ацетат как бы у меня вся бумага полезно хранится в этих аккордеонах папках да я когда буду показывать угол тур я вам все подробно покажу расскажу как у меня хранится я тут недавно значит села дума подумала что мне надо перебрать мою бумагу чтобы вообще понимать то есть чего и сколько у меня есть то что бумагу я плюс-минус помню но вот ацетат как бы он покупался у меня там и по скидкам и в какой-то закупке и потом просто мне дарила алина то есть такое вот да я четко не понимал сколько у меня цитата вообще я его значит перебрала увидела чего у меня есть, чего у меня нету, да, и у меня еще сейчас ацетат пришел, значит, от фабрики Декора, и придет еще ацетат Симолэнда, то есть ацетатом я теперь обеспечена надолго, да, и я больше ацетат не буду покупать, разве что только какой-то, может быть, американский красивый, да, то есть каким-то коллекциям такое вот, ну, или, может быть, не знаю, если закупка будет с Симолэнда, и Симолэнд выпустит что-то невероятное, красивое, ну, тогда только, да, вот, а так, в принципе, как бы у меня ацетата предостаточно, вот, и здесь я буду хранить ацетат, и он у меня будет стоять где-то, видимо, у меня тут есть место, куда поставить, задвинуть эту папку, вот, и я ее, наверное, поставлю вот так вот вертикально туда, и он будет там прекрасно храниться, вот, кроме этого у нас периодически на Scrapbooking.lv бывают скидки, и я по скидке, по большой, купила вот такой набор, это набор Moonchild примовской бумаги, и давайте мы его сразу пролистаем по-быстренькому, я, в принципе, его не листала, когда он был по полной цене, ну, потому что мне как-то это, не то чтобы коллекция не нравилась, а я просто как-то не подумала, что она, например, с серебряным фольгированием, и я даже, ну, мне в голову не приходило, да, что он такой красивый, и что на него стоит обратить внимание, и я решила как бы прикупить, потому что так он стоил 21.50, я его купила за 16 евро, и он, кстати, по-моему, последний был, ну, наверное, не знаю, а может быть и нет, вот, я купила именно большой, он, конечно, выглядит белесым на телефоне, на самом деле, но он не такой белесый, он более насыщенный, я просто свет не ставила, просто лампа включила, с которой я работаю с обычной своей лампой, и вот, в общем, такие карточки сразу идут у нас, все как обычно, по 4 листа одинаковых, да, вот, потом идет такой лист, тоже как такие псевдокарточки, видите, вот так вот цвет, наверное, самый нормальный, и он даже такое, наверное, не серебряное фольгирование, оно как, как сказать, голографическое, но серебро с голографией, да, то есть не, не золото, вот, и там, где тонкое фольгирование, вот здесь вот, этого, этой, как бы, голографии даже не видно, она видна вот только здесь, где широкие какие-то буквы, в общем, в принципе, здорово, я так ее полистала, мне понравились, с обратной стороны, естественно, голографии нету, да, и то есть, я даже не могу к вам полистать, вот так может быть, да, вот, и здесь такие тоже круги, в общем, ну, интересная такая бумажка, на самом деле, я думала, она более такая детская, но нифига, она такая прям космическая, и мне нравится, так, потом еще вот такие карточки, уже без фольгирования, просто карточки, космические, ну, эти, наверное, не буду использовать, зато вот вторая сторона с фольгированием, она, ой, зато вторая сторона с фольгированием, она совершенно потрясная, смотрите, какая классная, вот эти вот два, ну, я не знаю, как это, диаграммы какие-то, да, небесные, очень-очень шикарно выглядит, очень мне нравится, так, тут теперь идут карточки, опять псевдокарточки, я бы их назвала, да, с фольгированием, вот листы такие красивые, мне вот это нравится, классно, ну, и вообще, то есть, вот это вот шикарно просто, такая как елочка там сзади, да, вот, а с обратной стороны такой вот фоновый, в принципе, вы не обращайте внимания, он действительно выглядит белесым на телефоне, при этом свете, но он довольно насыщенного цвета, то есть, тут ничего белесого нету, вот, он такой не шебе вообще ни разу, да, очень такого классного цвета, так, далее у нас вот такие карточки с бабочками, это вообще шикардос, эти можно использовать вообще в любой работе, так, вот так вот, в любой работе, да, и, ну, как-то не знаю, а с обратной стороны вот такие вот полумесяца, даже не полумесяца, это фазы луны идут, да, листик такой с фольгированием, у меня все еще остаточный такой прононс, и, но я уже практически выздоровела, так что, так, тут у нас вот такие бабочки, с цветами, ну, такое типичное приморское, а с этой стороны у нас вот такой вот фольгированный, прикольный, как будто звезд, да, много-много звезд, и это, по-моему, последний листик, вот, естественно, к этой коллекции были тоже 15 на 15 листики, и А4, но их я не брала, потому что мне именно фольгирование привлекло, то есть не сама бумага, да, а вот как сделано фольгирование на этой бумаге, вот, и поэтому я вот этот набор взяла, мне его достаточно будет где-то использовать, вот, по скидкам, кроме этого, я взяла вот такие карточки, показывать открывать не буду, но это карточки из коллекции Мистер Роуз, у меня ничего нет из этой коллекции, но карточки были тоже по скидке, они так, стоили 440, я взяла их за 320, и они, в принципе, очень хорошо пойдут в ежедневники, да, то есть вот, например, мятные в мятные в ежедневник, розовые в розовые, тут есть и желтенькие, и, в принципе, они классно могут использоваться, вот, такой размер, самое то, кроме этого, по скидке, опять-таки, скидка почти 4 евро, взяла вот такую вот салфетку от Примы, она классная, она вот такая вот будет, я надеюсь, что она будет шикарно резаться, так, почему у нас не наводится, ну-ка, давай, работай, 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 ну, оп, оп, это у нас рыжий бегает, так, попробуем, так, вот, вот она вот такая вот ажурная, и меня она привлекла тем, что она не симметричная, ну, то есть, она симметричная, но она симметричная просто вот так, вот так, да, но нет симметрии круговой, и из-за этого она такая вот действительно необычная, я надеюсь, что она классно вырежется, я обязательно попробую и вам расскажу про нее, вот, и из новинок взяла набор вот такой бумаги, это пятница 13, рыжий, ну, что-то как конь, и мне она в принципе понравилась вот своей как бы гаммой, да, и некоторые листочки тоже на вырезалке очень классно подойдут, так, у нас на обложке вот такой лист, он такой ботанического несколько характера, тут у нас лист с перьями, с обратной стороны деревяшечки, шикарные деревяшечки, здесь цветочки, которые можно вырезать, а можно и так использовать, с обратной стороны вот такая карта, он такой довольно темный наборчик, он не знаю, в принципе позиционируется, наверное, как мужской, но он вполне может быть и женским, не обязательно мужской, просто такой можно как гранжевый какой-то использовать, да, вот эти бабочки шикарные совершенно, не знаю, почему-то у меня плохо наводится, вот, вот так, так, тут такие буквы, которые тоже можно при желании повырезать, можно так оставить, тут такой синий лист, вот такие карточки, я думаю, что очень понравились бы Лени Босс, да, то есть такой чисто гранж-гранж, особенно эти сердца, вот, с обратной стороны у нас вот такая деревянная, ну, как сказать, фактура, составленная, да, прикольно, и вот такие карточки еще, вот, и там потом пошло уже с этой стороны такое льняное полотно, и пошло повторение, то есть по два раза, и к этой коллекции были еще такие высечки, которые флажочки, да, и высечки-кружочки, но их я уже не брала, потому что, ну, как бы мне некуда, тут, по-моему, еще лист с вырезалками должен быть, о, вот еще лист с вырезалками на последней странице, вот, и как бы мне этого достаточно будет, так что что-нибудь из этого сделаю, вот, ну, и что еще могу сказать, еще у меня в проекте лежит кисть, которую я все никак не могу доделать, вот, я уже ее два раза покрыла велюровой краской от фабрики Декору, и я хочу использовать высечки из коллекции Ох Балет, потому что там есть котики, вот у меня даже котик есть сразу сверху, вот эта кошечка эта, да, вот, я хочу как-то, ну, в общем, что-то сделать такое очень нежное, ну, и, возможно, подарю кому-нибудь из своих кошатников, вот, и еще хотела, наверное, раз, как говорится, я тут про работы заговорила, хочу показать, как я доделала блокнот, вот я доделала блокнот, здесь не хватает только страничек, которые мне напечатает Саша, но она еще не напечатала, но уже здесь все вклеено, все работает, сделала я тоже вот заранее уже конверты, два конверта, один конверт я сделала из бумажки, которая вот здесь вот в шейкере внутри, да, чтобы сочеталось, и вторая бумажка из деревянной, это лист, кстати, от Summer Studio, и чтобы сочетался вот, ну, рыжий с деревом, да, очень хорошо, в принципе, и вот, а в качестве разделителей поставлю вот такой цитат от фабрики, от какой фабрики, от арт-узора, да, то, что в комплектах у них было, потому что, видите, какой-то цветочный узор, да, но сюда, наверное, нет, потому что будет перебор уже, и я решила что-то простое такое сделать, и, наверное, это будет вот центральный первый, да, а из этих я сделаю два разделителя по полугодиям, ну, или как-то так, в общем, придумаю еще как поставить, вот, немножко поискала карточек нашла, вот, взяла такие высечки эти, опять-таки от арт-узора, да, которые прозрачные, я думаю, что я их куда-то приклею внутри, когда уже будут странички готовы, да, вот у меня две из этой же коллекции, две скрепочки, плюс я нашла несколько карточек, тоже, по-моему, это от скраб-мир, с лисичками, их я обрежу, и плюс я хочу добавить еще несколько карточек, которые, с какими-то мотивирующими надписями, вот, и мне еще останется, когда блок будет уже вставлен, в соответствии с толщиной блока, подрезать закладочку, и ее здесь обработать, чтобы она не сыпалась, вот, так что вот так вот, здесь у меня магнитик, то есть не скрепка, скрепка, а именно магнитик, и тут у меня пришлось поставить аж три магнитика, чтобы оно нормально магнитилось и держалось, потому что как-то было, ну, не очень, вот, здесь у нас тоже лисичка, оп-оп-оп, и она такая вся у нас осенняя, в осеннем шейкере, так как он у нас там все это застревает, это надо периодически сбрасывать, вот, ну, в общем, как-то так, вот такая лисичка, вот, ну, подвесочку сделала, в общем, с лапкой, пусть будет лисичковая лапка, вот, так что, в принципе, довольна этим ежедневничком, буду ждать страничек, которые будут тоже в таких осенних тонах, и тогда я их вставлю, и уже Женя заберет его осенью, ну, как осенью, сейчас-то у нас тоже осень, в смысле, в ноябре, когда прилетит, вот, так что, как-то так, карманы я делала стандартные, такие мне нравятся, здесь большой карман и два маленьких, и здесь большой карман, то есть, я, в принципе, довольна таким расположением, это мое, мое любимое расположение, ничего нигде не отгибается, и очень нормально можно использовать, вот, в общем, такой вот блокнот, ну, на этом все, наверное, такое небольшое включение, на целых 15 минут, но там что-то подрежется, поэтому оно не будет 15 минут, вот, и надеюсь, мне будет, что вам показать еще, в ближайшие какие-то дни, вот, так что, не переключайтесь. Должен записывать влог, была на выходных на выставке, и, ну, не было совершенно как-то ни времени, ни настроения, что-то записывать, там, с котиками, то все, вот, поэтому записывать, сегодня у нас уже вторник, это получается, я не помню, по-моему, неделя прошла, наверное, с предыдущего кусочка, который я вам показывала, вот, если он заехала в депо, купим, вот, Басик, консервы его любимые, потому что, съел, как бы, да, и вот он вчера у меня уже просил, консервы не было, заехала купить, вот, консерв, чизир, мы едим, с курочкой, вот, другую он не ест, а это ему очень нравится, вот, и купила, так как у нас уже осень, и мои, пеларгонии уже оцелили, но они такие, знаете, потеряли свой вид, как бы, да, и они, они не любят ветер, и когда сильный дождь, цветочки эти падают, поэтому, как бы, они просто, короче, они уже не выглядят красиво, я придумала, что еще, как бы, морозов сильных не обещают, и я купила, вот, таких вот, небольших хризантем в горшках, и еще какой-то цветочек, вот такой вот, я все время забываю, как он называется, вот эти штучки, да, и видите, в одной тоновой гамме, в таких сиреневых цветах, и я это все высажу в ящик, я сегодня уберу оттуда пеларгонии, сниму, которые сверху висят, потому что там уже что-то засохло, что-то просто уже перестало цвести, но все-таки, как бы, некрасивые, вот, и меня еще до морозов, там, месяц-два будут радовать, вот эти вот хризантемы, это именно уличные хризантемы, не домашние, да, то есть это, как это, садовое растение, да, специально выбирала, вот, и выглядит они очень классно, они такие хорошенькие, свеженькие, только что высаженные чувствуются, вот, ничего, как бы, такого, знаете, помятого, ничего нету, вот, хотел оранжевый посадить, знаете, это типа осеннее что-то, но, к сожалению, оранжевые выглядели гораздо скучнее, вот, и оранжевых не было вот таких вот, а поэтому купила все в сирене в цена, вот, сейчас поеду еще в один магазин заскочу, там надо купить всякое по хозяйству такое, знаешь, какая хозяйственная, вот, и тогда домой, и я думаю, что я вам покажу сегодня кое-что интересненькое, потому что мне пришли там кое-какие посылочки, которые я не хочу делать отдельный обзор, но я вам покажу, что же мне там прислали, вот, так что не переключайтесь, в общем, про посылку, про посылки, вернее, одна посылочка от одной скраповой феи, я не могу, я не уверена, что я могу говорить от кого, потому что это был такой, ну, договоренность, короче, не важно, не суть важна, в общем, ну, это скраповая фея, верьте мне, вот, и что же мне тут пришло, мне пришло, вот, немножко цветочков от Прима Россыпью, это все одна коллекция, мои любимые яблоки и груши, я не знаю, как она правильно называется, но вы, вы понимаете, о чем я, да, сейчас, секундочку, я повыше немножко сяду, чтобы легче было показывать, вот так вот, вот, и так, тут у нас цветочки Россыпью, это, я так понимаю, из разных наборов сделано, да, такой, такой, просто это, это был бонус, да, мне, вот, плюс вот такие еще цветы очки, так, плюс, значит, это у нас высечки, высечки, я открывать не буду, как бы, да, я думаю, что все видели уже обзоры эти, если у вас желание есть, я могу, конечно, открыть, вы мне только напишите в комментах, я тогда в каком-нибудь из влогов обозрю подробнее, вот тут просто такая верхняя высечка такая, ни о чем, да, но, в принципе, вот тут такие штуки всякие разные, разные, причем, да, есть и цветочки, и вот просто как карточки такие, да, то есть, ну, очень прикольно, и это именно высечки, это не наклейки, так, далее, вот такие билетики, клевские, такие, тоже, так, ух, это тут штук у нас, их, очень много, в общем, много, вот, 36 штучек, так, билетики, потом еще вот такие высечки, опа, да, вместе с наклейками, которые идут, да, вот тут кусочки, а здесь наклейки, вот такие наклейки, наклейки, и здесь, с обратной стороны, вам покажу, смотрите, видите, такие высечки, и вот такие два листа наклеек, тоже прикольно, так, потом, вот такой просто стикеры, отдельно еще, да, стикеры тоненькие, но не суть важные, это они все прикольные, вот, потом еще стикеры, вот такие стикеры, такие как марочки, такие дико-дико прикольные, так, тут у нас их 48 штук, вот, потом еще вот такие стикеры, такие вот тоже интересные 75 пар листов я так понимаю или даже так потом так получилось что это второй набор у меня уже один есть такой и вот второй набор у меня теперь это чипборд стикеры но зато я теперь могу тратить а то я буду мне его было жалко помните да как я от души отрывала чтобы приклеить на розовый планер ну вот теперь я могу клеить куда хочу потому что один у меня есть и второе могу тратить спокойно и бумажка 15 на 15 вот такой наборчик тоже чем классный я бы не открывала еще да но я думаю что вы понимаете понимаете что там внутри вот такая бумажка без фольгирования и у меня есть несколько листов с фольгированием поэтому в принципе я очень довольна мне это фактически полная коллекция в руках плюс вот такие еще как они скотчики декоративные один такой широкий классный и три тоненьких ну вернее как два потоньше и один совсем тоненький вот такой вот застрял есть он есть просто он прилип там короче там вот внутри вот вот такая послучка от феи от скраповой феи своим коробочкам все в норку все в норку потом потом я поучаствовала в распродаже от оли которая гринберг которая мама гринки и что же я там себе распродажила она продажила я себе вот что вот короче во первых с это самая главная штука который приложилась все остальное это дырокол скруглитель угла от физкарс тяжеленная дура вообще да то есть руки удержать так прям куриц ручки пластиковые я не уверен что не там внутри металлические где-то хоть где-то а вся остальная дура металлическая ну как у всех физкарс да вот это вот вся фигня там полностью металл я еще их не пробовала поэтому давайте сейчас я закреплю телефон и мы с вами чуть подраколим попробуем да давайте по быстренькому свет я не буду ставить так поэтому уж простите меня за то что тут не сильно у нас светло ну как есть так сейчас я найду какой-нибудь листик какой-нибудь обрезочек обрезочек так вот давайте здесь так он у нас драколит у него значит есть вот здесь поворотный механизм такой вот здесь видно что он меняет да то есть сюда бумага соответственно вставляется вот поэтому я если честно не знаю ни разу не пробовала ну то есть у него единственно знаете какой минус нет никаких ну то есть там вот щелкает вроде да то есть ты чувствуешь как бы что-то он щелк вот все докрутили а теперь вот наверное еще раз до докрутили потому что если вы неровно поставите вас угол неровно отрежется что он все он даст его наверное сделать только вот видите можете сделать вот так и отрезать ну фактически смотрите вот так отрезать вот будет какая фигня да поэтому нужно смотреть четко как у вас стоит скругление я так понимаю что он делает вот раз и два остальное наверное тоже нет хотя может быть им тоже можно и углы прямые делать черт знает короче блин я вот испортила листик давайте сейчас я отрежу квадратик по-быстрому квадратик какой-нибудь чтоб можно было на квадрате так вырежем ну типа квадратик будем пробовать давайте 1 до скругления такое вот тоненькая теперь поворачиваем так нет это конец так вот так это у нас второе скругление вот такой папа ширше так еще по моему будет шире так сказать так да еще более такой совсем круглый вот это самый прикольный наверное чем самый такой ходовой наверное будет вообще скругляет неплохо на самом деле то есть вот ну здесь так кругленько вы не смотрите на вот этот вот кусок видите здесь такой острый у меня же здесь квадрат на глаз резаны вот а еще наверно делает квадратный угол нет не делает все точно поворачиваться на три позиции 1 2 и 3 вот короче мне он достался за какие-то смешные 900 рублей доставка была бесплатна потому что посылку из калининграда привезла моя подруга на выставку которая ехала с котиками вот она мне привезла как бы я в принципе довольно посмотрим картоном конечно не наверное не съест но скраб бумагу и я вот хочу пробовать да давайте попробуем просто листик так просто листик просто листик где-нибудь какой-нибудь просто листик какой-нибудь типа вот блокнотный вот у меня есть такой планер будущий сказать давайте мы скруглим вот среднем да насколько он хорошо здесь будет управлять тоненькие листики ну что он так зажевывает и здесь немножко все равно делает так уж а может я просто не нахожу тот правильный ну вот тот чем я вам говорила да вы чуть двигаете его и он уже смещается то есть у него нет четкого какого-то такого но при позиции надо очень чутко чувствовать этот момент но если вы нашли тогда я думаю что там должно быть все чики-пуки ну да когда вы нашли тогда все красиво вот смотрите чуть-чуть здесь такой хвостик остался но это по моему просто не жать что он не зажевывает этот лист да то есть попробуем здесь исправить немножко нет ничего страшного так вообще хорошо режет то есть если например от вема мэри киперс это да он прям чувствовал что он вот его поджевывает этот лист ну так вот он вроде вы режет дала какое-то такое ощущение вот не это самое не режущего да а скорее рубящего ножа ну как то так а тут вот очень как бы мне нравится поэтому буду пробовать вот для блокнота вскруглять попробуем насколько удобно вот так рукой работать они вот тогда то есть это мы посмотрим далее это мне положила в подарочек оля вот фишечки и одну пружинку я хотела купить больше у нее там была целая куча совершенно смешные 10 рублей ну девочки набежали как-то быстро-быстро разобрали и я не успела как всегда в общем я вообще-то мало чего успела по факту мне остатки достались да главное успела вот этот дырокол но уже не успела дырокол дырокол от марты стюарт который хотела саша я там пока туды-суды его уже конечно не было вот это подарочки большое спасибо оле за подарочки так и на цены найти не смотрим это цены которые по которым собственно оля покупал это все мы там это брали намного дешевле вот такая конюшечка с котиками так вот такие котики у нас сладкие здесь вот такие коты вот такие коты прикольно то что и вверх и низ можно хоть так хоть вот так я так понимаю что ты хотя таких вот котов меньше в основном все в ту сторону поэтому наверно вот так это будет вверх вот кто нас производитель лиззи хаус какой-то то есть это же но никита явно хорошая плотность хорошая такая тканюшечка ну с котиками сами понимаете вот потом значит еще с котиками было вот такая вот такой милый хлопочек такой розово даже не знаю так много малиновый нет коралловый скорее вот такой кусочек вот так вот с такими котиками вот такой прикольный и вот такую красивую ткань еще тоже успела отхватить там каждой ткани разлетались просто на лету небольшой кусочек но но в принципе допустим на какой-то блокнот хватит очень мне понравились эти цветы они такие прям прям нежные есть такое ощущение как будто не на ткани нарисованы такое ощущение как будто так и есть вот белая вот это да как будто нарисовано ткани в общем в общем красивый вот этот отрез там были вообще шикарный но я говорю что я не успевала там прям прям это дело все отслеживать вот вот такой вот чипборд купила такой чипбордик вот так вот еще купила такой чипборд этот уже был начатый то есть тот был новый этот был начатый здесь нескольких не хватает ничего страшного такие смешные пуговички да здоровские разные и флажочки тоже такой где-то можно знаете вот при прилепить короче и отхватила за буквально 10 евро за 10 евро хватило вот такую замечательную осеннюю коллекцию вот кто это у нас черт побери черт побери шорт побери эхо парк правильно вообще и кода экопарк от эко парк такой значит чипборд у нас вот как раз осень осень да я что-то может быть даже еще успеть это сделать если у меня будет время если нет на следующую вот потому что такого осеннего американского у меня нет есть зимние американские допустим на новогодние вот такого нет и у нас бумага наклейки в общем целый новый набор вот такой вот здоровский и вообще он такой конечно очень как сказать ну в американском стиле очень американский прям очень при очень при очень но для каких-то таких вы знаете быстрых открыток по-моему лучше нет да то есть лучше не придумаешь вот американцы единственное научились конечно использовать лицевую страну да вот поэтому это просто на выброс и вот такие замечательные листы они двусторонние вот такой оранжевый а тут такой насыщенный коричневый с цветами так вот такой миленький цветочек а здесь у нас . коричневая оранжевая . здесь такой это как листики стилизованные ой шикарная клетка так тут стрелочки а здесь такой тоже немного травин травяной узор с как они называются желудями так тут у нас . тут просто такая полосочка голубенькая ой вот эти лисички смешные с билочками и вот такой насыщенный насыщенный тоже узор так тут у нас тыковки здесь тоже похоже на тот узор как было с желудями только не желудями а просто вот такие как наделя вот эти деревяшечки шикарные просто с обратной стороны такие маленькие коктейльжики как рамочки очень тоже прикольно можно даже повырезать в принципе если нужно вот тут у нас линейка и здесь у нас такие вот еще солнышки прикольные потом с карточками такие карточки классные не нравится здесь просто раньше люблю все оранжевый поэтому мне это нравится вот большие карточки цель стран деревяшки просто шикарные так здесь у нас бордюры такие вот длинненькие вот такие да и здесь у нас еще лист с наклейками словами не словами вернее буквами плюс какие-то такие маленькие тэжики наклейки да здесь здесь есть на односторонний и вот тот лист который был с обратной стороны с наклейками уже как бы картинками да вот в общем ну чё прикольный очень набор я считаю и в принципе иногда нужно что-то такое знаете более простое а не не такое как сказать не такое какого эко пейпер там да или та же прима те сложные принты и там вот это вот все такое то есть то 7 8 вот и еще 30 на 37 тоже чебор стикеры вот такие вот классные и мне не тоже очень нравится я взяла чтобы ну мало ли куда-то приклеить мне они прям очень-очень нравится вот вот такой у меня был вот коробочку вот вот такой вообще у меня был как сказать случайный набег это я случайно увидела в как он называется в инстаграме что она делает распродажу там я надеюсь что ничего страшного и это не связано ни с какими там плохими какими-то новостями да и что это просто расхомяк вот и что ольги все хорошо вот и я в принципе очень рада что я успела что-то там отхватить жаль конечно что не все то что хотела вот потому что там буквально девочки на лету на лету расхватывали конечно по таким ценам это было очень-очень очень здорово вот так что до следующих включений ну вот сделала я себе осень на подоконнике смотрите как красиво выглядит здесь у меня комнатные хризантемы вот эти две и это какой-то еще цветочек я не знаю как он называется я вообще планировала что они все три баночки влезут в эту вот штуку да вот в эту вот но втроем они уже никак ну вот пришлось ее отдельно да и тут 2 хризантемки это все комнатные вот тоже я думаю что будут очень долго цвести а на улицу я высадила вот то что я вам вчера показывал там в пакетах не обращайте внимание грязное окно у нас вчера был дождь и поэтому бесполезно его вообще мыть это снаружи она такое замызгана первый этаж все таки вот и у меня такая красота теперь выкинулись с утра все мои пеларгонии старые и здесь у меня была бегония вот и сняли отсюда сверху скоро как только листики вот начнут больше падать я уже вывешу синичком кормушку с едой до чтобы прилетали синички ко мне вот а эти цветочки надеюсь меня будут радовать может быть даже весь ноябрь еще вот так что тут у меня сиреневая такое безумие а внутри оранжевая а я получил посылку из россии это у нас simoland мы такую закупку сделали сами с собой девочки которые зрители да вот в общем при помощи там еще одного очень хорошего человека это была закупка не в группе это просто мы как бы рижанки местные собрались вот и себе решили заказать так что это все богатство не только мне и вторая коробочка пришла саше надеюсь саша приедет ко мне и мы ее разберем тоже вместе а тут мне надо будет разобрать все по отдельности рассортировать девочкам это все раздать вот очень всякая такая красота тут у нас кстати есть новинка от арт узор две коллекции бумаги вот я обязательно обязательно вам их покажу может быть даже сниму отдельный вид видос а отдельное видео именно с этими вот новинками так что там там тоже будет еще когда мелочушка да поэтому и два набора бумаги вот этих новых вот я вам их обязательно покажу вот еще мы сказали вот такие ниточки стоил очень дешево 3 евро вот это вся упаковка стоила нитки хорошие российского производства и это по-моему так нитки армированные полиэфирные должны быть очень принципе хорошими это новинка была на симолэнде 24 штуки л х это лен хлопок я насколько понимаю нет лен в общем что там как-то так там есть эти обозначения и я выбирала именно вот чтоб такие были видите цвета прикольные да то есть есть такие и лесные такие прям и посветлее поярче понежнее в общем вообще набор такой классный и здесь вот еще видно серенькие есть бежевенькие и там не видно еще что-то еще внутри зеленые помог какие-то внутри здесь вот вот короче девчонки тоже там заказывали вот и всяких наклеечек в общем в общем тут это богатство богатство при богатстве уху тут распаковывать и работать надо в общем не знаю наверное немножко полежу а потом прямой за работу еще кусочек влог рамки меня от скраб мира не отпускаю сейчас пообщалась юлией из нарвы и она говорит что в какой-то из групп я только не немножко не поняла это организаторы или сами представители скраб мир но вряд ли на это я думаю что организаторы там писали что эти рамки 250 граммов извините тут нету 250 граммов я показывала допустим бумагу от ментая взять вот там 250 граммов тут 250 граммов нету нету здесь 250 даже близко вы посмотрите какая тоненькая бумажка тут даже вообще близко нету хорошо эти 190 вообще каких-нибудь вот и можно вылучить отсюда да вот смотрите какие здесь 250 вы что это раз во вторых типа она тоже написала мне что их позиционируют как рамки для фотографий окей как вы представляете какого размера должна быть фотография чтобы ее всунуть сюда или вот ну ладно это побольше рамочка до сюда вот но возможно можно было бы дам или вот огромная рамка для фотографии реально огромная смотрите сколько у нас здесь сантиметров целых у чудо 5 на 3 даже меньше чем на 3 супер фотка это побольше немножко да ну вот раз два три четыре четыре рамки короче типа для фото до остальные с остальными что делать непонятно короче ну в общем я не знаю вот у меня дай меня все еще бомбит от этого я просто не могу вот короче пожаловалась опять что отсняла видео с новинками от арту зора я думаю правда что это вы в это видео увидите раньше чем влог да поэтому я просто хотела закончить уже влог и как-то вот рассвет стоит хочу вам показать всем кисть которую я сделала вот она так выглядит но я еще не совсем я закончила вот такая вот у нас уй там болтается провод от телефона не обращайте внимание вот такая вот crazy cat lady вот такая кисточка с обратной стороны она естественно не блестит с обратной стороны она просто вот краской покрашена и я еще буду там всякие штучки финтифлюшки на нее брызгать и тогда уже покажу конец как бы работы да вот так что это уже все приклеено консультировалась я с надей дроздовой огромное спасибо за консультацию потому что я никак не могла решить все итоговое то есть как разместить все это дело да вот и надя мне помогла определиться с выбором вот такие дела в общем записала видео про новинки арт узор надеюсь вам понравится так же как и мне да и пока пока до новых встреч